Всем здравствуйте! Ну что, друзья, рад снова быть с вами на занятии, рад снова быть с вами в сети. Надеюсь, все подключились по правильной ссылке. У нас случился небольшой-небольшой сбой из-за того, что все-таки... Вау, окей. Возможно, вы хотели написать во что-то другое, какой-то чат, но пускай. Наша страна Сиевская, по крайней мере, как написано в Конституции. Я рад снова быть с вами в сети, рад снова быть с вами на занятии. За то время, что у нас случился временный перерыв, и меня заменял мой коллега Владимир. Так получилось, что мы переехали в режим дистанционного обучения. Вы знаете многое относительно того, насколько в срочном порядке все это происходило. И, к сожалению, столкнулись с многими трудностями при переходе. Но сейчас, благо, так или иначе, процесс уже отлажен. Условия работы понятны. И все необходимые технические средства у нас есть. Поэтому все занятия мы можем спокойно дальше вести. Но теперь пускай и в дистанционном формате. Из важных событий, которые имеет смысл просто подчеркнуть, так это то, что в таком формате мы с вами проучимся до конца этого года. В таком формате мы с вами проучимся до конца года. И все экзамены, что у нас есть, оставшиеся экзамены, видимо, мы будем проводить в дистанционном формате. Пока, отталкиваясь от той, как бы, скажем так, основной информации, что у нас есть, которой мы реководствуемся, в таком формате мы закончим с вами до конца учебного этого года. По плану у нас с вами должна была быть контрольная работа. Плюс в следующем модуле мы переходим к обсуждению проектов. И об этом мы поговорим уже в следующей лекции. Плюс у нас должен быть обязательно экзамен. Контрольная работа будет проведена на первой лекции следующего модуля, то есть четвертого модуля. Это получается у нас примерно, если не ошибаюсь, то ли 7, то ли 8 апреля. Проект у нас будет идти в течение всего четвертого модуля. Экзамен состоится в конце четвертого модуля, ну, то есть примерно где-то с 10 по 16 июня. У нас были изначально запланированы веса, но в связи с тем, что мы переходим к дистанционному режиму обучения, то, что привнесло определенные, скажем так, неожиданности шок, то веса будут несколько изменены и вес контрольной работы будет нескольким образом уменьшен и перераспределен в пользу проектной части и в пользу экзаменационной части. Но та контрольная работа, которая изначально планировалась, и нулевой вариант, который был разослан, она такой же и останется. Условия проведения, режим проведения и порядок сдачи, об этом, обо всем мы с вами еще обсудим ближе к делу, об этом будет соответствующая рассылка. Значит, что мы с вами успели сделать за все то время, что у нас было? Мы начали с вами с того, что определили, что же такое дифференциальное уравнение. Итоговая формула еще неизвестна. Как только будут обновленные веса и новая форма будет, об этом будет рассылка, эту информацию вы получите. Пока этого еще нет. Собственно, если бы я знал альфа и сигма, то, соответственно, я бы вам уже эти цифры сказал. Пока это еще в процессе небольшого уточнения, но буквально в ближайшие два дня станет уже ясно. Окей. Друзья, кстати, да, в результате того, что мы теперь работаем с вами в режиме дистанционного обучения, то время, сэкономленное на дорогу, оно оказалось куда-то проинвестированным. Поэтому в Телеграме я сделал Телеграм-канал, который называется Data Street. Там я публикую две, скажем так, две основные информации. Первое. Источники, которые становятся возможными для дистанционного обучения. Многие мировые университеты сейчас раскрывают свои видеозаписи лекций, свои библиотеки и дают к ним доступ бесплатно. Например, Кембридж недавно, буквально на прошлой неделе, раскрыл полностью свою библиотеку. И теперь к ней можно получить любой желающий доступ. Все, что нужно, просто зарегистрироваться с любой электронной почты. Вы получаете доступ ко всей библиотеке Кембридж. То же самое скоро сделает Оксфорд. И вообще в Оксфорде, если вы знаете, очень сильный факультет математики. Там есть много интересных материалов. Поэтому кому интересно продолжать обучение дальше в дистанционном формате и интересные материалы, которые относятся и к математике в целом, и к вам, прикладным математикам в том числе, подписывайтесь, смотрите, будут вопросы, пишите. В любом случае, какой-то централизованный источник для админ информации нам сейчас нужен, поэтому сделал такой вариант. Второе, что там я буду публиковать, там будут программы стажировок и обновления об стажировках для нас, прикладных математиков, которые могут представлять интерес. Поэтому те, кто, если уже работают, то вам это просто может быть как дополнительная информация. Те, кто еще не стажируется, если вы находитесь в поиске, то ради бога пользуйтесь информацией. Я думаю, это может быть для вас, во-первых, не только интересно, но и полезно. В наше время самое ценное – это делиться информацией, поэтому пользуйтесь, друзья. Если есть кто-то, кто сегодня у нас не присутствует на лекции с нашего курса, но кому это может быть интересно, то, пожалуйста, поделитесь. Возвращаемся назад к сути нашего сегодняшнего разговора. Эти записи, я думаю, что, которые сегодня делаю, я, скорее всего, в PDF заверну и сделаю рассылку вам на электронную почту. Поэтому в любом случае, as much as possible материалов для вас полезных, нужных, и которые могут нам помочь дальше продолжить учиться в дистанционном формате, будут вам предоставлены всеми возможными путями. Мы говорили о том, что в течение всего третьего модуля мы с вами начали с того, что обсудили, что такое дифференциальное уравнение, и ввели различные виды и типы дифференциальных уравнений. Мы начали с дифференциальных уравнений первого порядка, разделяющихся по переменным, и путем недолгих рассуждений дошли до дифференциальных уравнений повышенного порядка, в том числе с неоднородной правой частью. В том числе у нас были неоднородные. И здесь мы как раз обсуждали с вами метод вариации, вариация констант и прочее-прочее. Так вот, если посмотрим в целом на то, что мы можем делать с помощью дифференциальных уравнений, все эти дифференциальные уравнения направлены на то, чтобы мы могли вариация констант чтобы мы могли замоделировать некоторую функцию, свойства которой мы знаем путем комбинации ее производной. Скажем, само значение функции, вторая производная, третья и так далее. И вот, например, у нас могла бы быть, скажем, какая-нибудь вот такая функция, некая функция y от x. Допустим, мы знаем, что если оценить ее первую, вторую, ну и, допустим, даже третью производную, то мы получаем, что есть некоторая зависимость между ними. И вот уже методами статистического анализа временных лидов, либо помощью машинного обучения мы могли получить, ну, какое-нибудь, скажем, вот такое дифференциальное уравнение. там, минус 9y в 2 штриха плюс 2y штрих равно нулю. И дальше мы говорили, что если функция является самозависимой, то есть уравнение, которое будет описывать ее свойства, является дифференциальным уравнением повышенного порядка и значение функции зависит от предыдущих значений производных, от самих себя, то возможно образование такого дифференциального уравнения. Собственно, вот это, как это получается, это задача data science или в каком-то смысле машинного обучения, чтобы откалибровать такую модель. Чтобы дальше ее решить, вот тут уже как раз и нужна теория дифференциальных уравнений, которая позволяет нам путем определенных преобразований найти решение y от x и дальше его использовать. Однако оказывается так, что вот в этом действии есть одно очень сильное, очень важное предположение, а именно то, что функция является непрерывной на каком-то интервале x от a до b. Это утверждение достаточно сильное, потому что мы считаем, что пускай внутри некого интервала, что мы изучаем, что мы исследуем, функция является непрерывной. Это может иметь смысл, если функция, которую мы описываем, она моделирует некоторый непрерывный процесс. Ну, к таким процессам может относиться перемещение тепла, изменение давления, ну, давайте скажем, скорость движения автомобиля, скорость. Все эти процессы непрерывные. Вы же не можете сказать, что в первую секунду машина едет со скоростью 1, во вторую секунду она едет со скоростью 3, а между первой и второй секундой ее скорость не существует. Ну, разумеется, это малореалистичное утверждение, просто потому, что скорость машины возрастает плавно, она также плавно падает, поэтому говорить о том, что этот процесс прерывный, оно просто нелогично и не совсем уместно. Однако, и если мы моделируем непрерывный процесс, то эти дифференциальные уравнения вполне уместны, они отлично выполняют свою задачу, они отлично позволяют замоделировать процесс, но и дальше, если мы его решим, то в каком-то смысле аллилуйя, мы получаем то, что описывает нашу функцию. Однако, часто можно сделать ошибку и моделировать процесс непрерывным предположением, предположением, что это непрерывная функция, но на самом деле, функция является дискретной. В случае, если функция является дискретной, дискретной функцией, то тогда что это означает? Тогда это означает, что мы с вами видим какое-то значение нашей функции с определенным шагом. Например, количество денег на депозитном счете. Мы можем сказать, что в первый год денег сумма какая-то Y1, во второй год количество денег на депозите это Y2, в третий год количество денег на депозите это Y3. Ну и, собственно, мы здесь наблюдаем значения, которые являются дискретными, потому что мы можем это видеть только с неким дискретным шагом. например, сейчас кто-то из вас мог бы, например, написать и сказать, ну подождите, мы же можем приходить, например, каждый месяц. Первый месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый месяц. И у нас тоже будут дискретные значения Y1, Y2, Y3, Y4. Даже если мы с вами будем приходить каждую секунду и смотреть, сколько денег сейчас в каждую секунду, то все равно у нас есть ограничения по тому шагу, с которым мы можем наблюдать значение, с которым мы можем наблюдать значение. Мы не можем наблюдать значение в полторы секунды, в 3,3 секунды или в какое-то дробное число секунд, ну просто по физическому смыслу задачи. Из-за этого ограничения может возникнуть такая интересная ошибка. На самом деле процесс, который я могу видеть, я его буду индексировать по времени, это какой-то дискретный процесс. Он как-то вот так расположен. Y1, прошу прощения, это просто, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и, соответственно, это наши значения Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Это те значения, что у нас есть. Эти процессы являются дискретными, но мы можем почему-то подумать, что эта функция непрерывная и пытаться построить линию, которая бы идеально проходила, скажем, через все эти точки. Мы можем построить линию с предположением, что Yt непрерывный процесс. Но это будет являться ошибкой, потому что на самом деле наша переменная, которую мы моделируем, тот процесс, который мы изучаем, он является дискретным. И тогда мы допустим, на самом деле, катастрофическую ошибку, потому что мы построим какой-нибудь дифференциальное уравнение с какими-то коэффициентами, как-то его решим и получим функцию Yt. Но с точки зрения применения по смыслу к задаче, это будет не иметь никакого здравого зерна, потому что на самом деле у нас нету уравнения, в котором бы производные могли быть взаимнозависимы. Почему нет? Ну, потому что просто вот эти производные не существуют. Просто потому, что все производные не существуют. И тогда возникает ошибка. Корректным же в этой ситуации было бы сказать следующее. А что если мы сейчас вот эти переменные пронумеруем относительно какого-то индекса? Давайте скажем, что это некое значение переменной Y с индексом T. В моей задаче T меняется от 1 до 7 с шагом 1. Но ограничения для T могут быть любыми. Тогда я говорю следующее. Возможно, есть какая-то зависимость между Y человеком и его соседними значениями. Если такую зависимость построить возможно, то тогда мы сможем ее решить. Тогда мы получим нашу функцию, которая будет найдена с корректным и уместным предположением о том, что эта функция является дискретной. Это нам даст верное решение. поэтому в случае когда мы стремились моделировать некий процесс дифференциальными уравнениями повышенного порядка дифференциальные уравнения уравнения повышенного порядка тогда Тогда, если вдруг наступает информация, но возникает предположение, допущение, что функция является дискретной, предположение об дискретности функции, то тогда вместо дифференциального уравнения мы вводим в наше использование то, что называется разностное уравнение. В случае разностное уравнение, разностное уравнение уместно, если мы говорим о том, что функция является дискретной. Итак, определение. Да, кстати, друзья, спасибо тем, кто отнесся с пониманием к тому, что мы переходим теперь в дистанционное обучение. Если у вас есть какие-либо соображения о том, как можно улучшить занятия в плане, какие средства мы можем еще применять, какие программы и дополнительно мы можем использовать для того, чтобы нам стало удобнее проводить дальше занятия, то, пожалуйста, напишите либо в Телеграме, либо на WhatsApp, в любой удобной для вас форме любые конструктивные предложения о том, как можно улучшить наши занятия. Надеюсь, что тот формат белой доски более-менее приемлем. Итак, линейное разностное уравнение порядка k будет уравнение следующее. А с индексом k умножить на y с индексом k плюс t, а с индексом k минус 1, ytk минус 1 плюс и так далее, плюс а первое на y с индексом t плюс 1 плюс а нулевое на y с индексом t равно f от t. Здесь мы предполагаем, что все а и т являются константами, а f от t — некоторая функция от параметра t. В таком случае это уравнение будет называться линейным разностным уравнением порядка k. Для упрощения такую запись иногда называют для сокращения просто l от y. Это сокращенная запись. Тогда мы можем сказать, что уравнение l от y равно 0 — это однородное линейное разностное уравнение. Ну и, соответственно, наша задача будет являться в том, чтобы… Ну а, разумеется, если l от y равно f от t, которое тождественно не 0, то такое уравнение называется неоднородным линейным разностным уравнением. Наша задача заключается в том, чтобы определить возможное решение сначала однородной части. Линейным разностным уравнением с дифференциальными уравнениями повышенного порядка. Решение l от y равно 0 будет являться функция y с индексом t, состоящая из k решений y с индексом k от t. Поскольку порядок нашей функции есть k, то тогда мы говорим, что решение будет включать в себя k под функцией. Ну, соответственно, мы можем обобщить и сказать, что по аналогии с тем, как было определено решение однородных дифференциальных уравнений повышенного порядка, афинная комбинация функций y1, y2 и так далее, yk, взвешенные на константы k, будет являться решением. c1, c2 и так далее, ck — это вещественные константы. При этом все эти решения y1 с индексом t, y2 с индексом t и так далее, y2 с индексом t являются линейно-независимыми решения однородной части, ну, соответственно, в нашем случае уравнения разностного уравнения, линейного разностного уравнения от y, равного нулю. Формально говоря, вот эта запись, которая сейчас здесь сделана, является и может быть сформулирована в форме теоремы, в виде теоремы. Множество решений линейно-однородного разностного уравнения порядка k оно, по сути, образует k-мерное линейное пространство. И любой набор вот этих y1, y2 и так далее, yk из k линейно-независимых решений он фактически формирует фундаментальный набор решений, ну и, по сути, является базисом. И, как следствие, является линейно-независимым. При этом признаком линейной независимости вот этих решений y1 и так далее, yk однородного уравнения является то, что определитель, состоящий из их значений, будет не равен нулю. По аналогии с тем, как мы определили определитель Вронского, когда обсуждали теорию обычных дифференциальных уравнений, у определителя Вронского есть аналог. Итак, аналог определителя Вронского. В случае линейных разностных уравнений... Ева, да, конечно, конечно. Сейчас. Друзья, по результатам нашей сегодняшней лекции я вас прошу, если будут конструктивные соображения о том, как сделать лучше наше занятие, какие цвета подходят, или вы хотите, чтобы записи были, например, на леске бумаги, или чтобы я писал у доски и транслировали просто через веб-камеру, пожалуйста, напишите. Потому что нам нужно будет продержаться еще почти 10 учебных недель, и мне все-таки важно знать ваше состояние и как вам комфортнее учиться. Поэтому любые соображения о том, как можно улучшить, от вас всегда принимаются. Окей? Так, значит, мы говорили о том, что у нас в случае линейных разностных уравнений есть аналог определителя Вронского, и аналог определителя Вронского в этой ситуации будет называться определитель Казарати. Это определитель Казарати. Насколько я помню, у него две буквы Т. Великий, очень известный итальянский математик. Его определитель строится следующим образом. У нас есть К решений разностного уравнения. у первое с индексом Т, у второе с индексом Т и так далее, у с индексом К, у К с индексом Т. На строчку ниже мы пишем следующее значение у Т плюс первое, у Т плюс первое. И в самом низу будет у Т плюс первое, прошу прощения, у уже Т плюс К, первый, у Т плюс К, второй, и так далее, у Т плюс К, К, супер. Вот этот определитель не равен нулю, так как УТ1, УТ2 и так далее, УТК являются базисом в базисом в пространстве решений или от У равно нулю. Супер. Дальше мы говорим, что наподобие того, как мы определили решение однородных дифференциальных уравнений, мы точно так же определим решение, прообраз решения, прообраз решения для разностных уравнений. И в качестве прообраза решения в нашем случае выступает Y с индексом Т равняется лямбда в степени Т. Вот если в дифференциальных уравнениях в дифференциальных уравнениях прообразом решения выступало экспонента в степени лямбда Х и потом мы это умножали на какую-то константу С1 и тут С1, то теперь в разностных уравнениях разностные уравнения прообразом решения является функция лямбда в степени Т. и как можно догадаться здесь возведение в степени мы по сути заменяем на операцию по сути мы заменяем на операцию дифференцирования. Мы говорим следующее. Теперь каждая из функций Y упс пардон каждая из функций которую мы здесь определяем в качестве решения будет искаться не вида не вида экспонента в степени лямбда Х а вида С1 на соответственно а вида лямбда в степени Т. По сути прообраз такого решения приходит как линеаризационная аппроксимация или аппроксимация первого порядка для самой экспонента. Ведь по сути эти два вида уравнений дифференциальный повышенный порядок и разностный уравнение они по своей структуре крайне-крайне-крайне похожи. Если мы возьмем разностное уравнение которое мы определили как L от Y равно 0 решим его сейчас однородную версию. Что у нас есть? У нас есть АКТ на Y с индексом Т плюс К АК-1 на Y с индексом Т К минус 1 плюс и так далее плюс А1 на Y с индексом Т плюс 1 плюс А нулевое на Y с индексом Т равно 0. заменим Y как Лямбда в степени Т ну соответственно Y с индексом Т плюс К будет заменяться как Лямбда в степени Т плюс К Что у нас тогда получится? У нас получится АКТ Лямбда в степени Т К плюс 1 плюс АК-1 на Лямбда в степени Т плюс К минус 1 плюс А1 на Лямбда в степени Т плюс 1 плюс А нулевое на Лямбда в степени Т Мы определяем все решения в которых Лямбда тождественно не равна нулю Мы ищем так про матрицу Давайте посмотрим У нас К Да Вы правы Вы правы Вы абсолютно правы И сейчас я должен устранить ошибку Потому что что матрица размером размером К на К плюс 1 Поэтому Альфа сигнал К минус 1 К минус 1 К минус 1 Спасибо большое за то, что спасибо большое за то, что нашли ошибку Окей Ну определить просто будет отсутствовать для не квадратной матрицы Молодцем, что проверили Итак Мы подставили решение Дальше мы можем поделить на лямбда в степени Т Поскольку мы знаем что лямбда тождественно не равна нулю Мы заинтересованы в нахождении нетривиальных решений Поэтому определяем АКТ на лямбда в степени К АК минус 1 на лямбда в степени К минус 1 плюс и так далее плюс А1 на лямбда в первой степени плюс А нулевое равно нулю Полином полностью является аналогичным тому что мы с вами делали когда обсуждали дифференциальное уравнение Это характеристический полином который является уравнением ну собственно полином определяющим решение однородного линейного разностного уравнения Один в один как и в случаях с линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами значение корней характеристического уравнения позволит нам построить общее решение однородного разностного уравнения и просто для того чтобы соответственно чтобы дальше вывести решение нам нужно получить все к лямбд которые являются решениями ль от y равно 0 для простоты предположим что у нас сейчас для примера для простоты у нас сейчас есть разностное уравнение второго порядка разностное уравнение второго порядка тогда оно бы записалось как давайте скажем на y t плюс 2 плюс b на y t плюс 1 плюс c y с индексом t равно 0 и предположим что коэффициенты a не 0 ну и c тоже не 0 иначе тогда оно будет упрощаться переопределяться то есть рассмотрим самый общий случай по сути для того чтобы нам решить это это разностное уравнение так рассмотрим разностное уравнение второго порядка мы говорим следующее что для того чтобы решить мы построим характеристический полином a на лямбда квадрат плюс b на лямбда плюс c равно 0 и дальше по своей сути чтобы решить его нам нужно будет вычислить корни данного уравнения это будет минус плюс-минус корень из дискриминанта делить на 2a дискриминант у нас получается выражение которое предопределяет для нас по большей части все о чем я сейчас говорю если дискриминант будет строго больше нуля то тогда характеристический полином имеет ровно два вещественных и различных корня они не равны и оба являются вещественными в этой ситуации тогда лямбда один и лямбда два оба не нули и соответственно они не нули и лямбда два не нули так как коэффициент c в нашем квадратном многочлене он является ненулевым по предположению в этой ситуации мы говорим что итоговое решение разностного уравнения второго порядка будет строиться как c1 на лямбда в степени t плюс c2 на лямбда 2 в степени t и это будет являться решением того разностного уравнения второго порядка что мы с вами рассматриваем при этом мы можем показать что лямбда 1 в степени t и лямбда 2 в степени t являются линейно независимыми и показать мы это можем через определитель Казаратти детерминант будет равняться давайте построим лямбда 1 в степени t лямбда 2 в степени t лямбда 1 в степени t плюс 1 лямбда 2 в степени t плюс 1 по сути мы просто увеличивали индекс на единицу спускаясь на одну строчку вниз что у нас здесь получается у нас получается лямбда 1 t лямбда 2 t плюс 1 минус лямбда 2 t лямбда 1 t плюс 1 вынесем за скобку лямбда 1 лямбда 2 получается лямбда 2 умножить на лямбда 1 заметим что мы знаем с вами что лямбда 1 не равна лямбда 2 поскольку оба корня различные и при этом лямбда 1 на лямбда 2 не равно нулю так как коэффициент c не равен нулю ну а следствием этого было то что каждый из корней не равен нулю тогда получается что этот определитель не равен нулю ну и собственно линейная независимость показана линейная независимость я имею ввиду этих двух корней соответственно это будет являться общим решением линейного разностного уравнения для простоты для для примера скажем давайте есть y с индексом t плюс 2 плюс 4 y с индексом t плюс 1 минус 5 y с индексом t вот допустим вот допустим у нас такое линейное разностное уравнение по какому принципу мы его строим по сути мы смотрим на то насколько отличаются индексы внутри наших функций от минимального и характеристический многочлен здесь построено будет записываться как лямбда квадрат плюс 4 лямбда в первый минус 5 дальше вы быстро замечаете либо пользуетесь вольфрамом поскольку у вас сейчас под рукой ваши компьютеры ваши телефоны все что угодно с возможностью получить доступ туда решаете этот многочлен этот поленом и у вас получается два вещественных корня которые между собой не равны что мы поговорим дальше дальше мы говорим что итоговое решение грициндексом t будет c1 на 1 в степени t плюс c2 на 5 в степени t ну дальше желающие уже могут упрощать могут не упрощать поскольку 1 в степени всегда единица то все решение найдено окей второй случай который может быть если вспомнить вот этот поворотный момент относительно видов решения это случай когда дискриминант меньше тогда очевидно что оба полинома оба полинома будут являться комплекс они будут являться комплексными числами при этом по сути они будут являться комплексными взаимно сопряженными числами потому что они могут быть перезаписаны вот в таком виде соответственно эти комплексные сопряженные корни можно перезаписать в полярной форме, используя форму записи этих корней через косинус и синус, через тригонометрические функции. Тогда λ1 и λ2 могут быть перезаписаны как ρ на косинус θ плюс i синус θ. Ну и если бы мы эти оба корни перевели в общем виде в полярную форму, то мы получили, что здесь было бы минус i на синус θ. Прекрасно. ρ — это длина комплексного числа, θ — это угол, на который нужно повернуться, представляя эту точку в полярных формах. Ну или то, что обычно принято называть как аргумент комплексного числа. Дальше, если мы запишем решение y с индексом t, y с индексом t, то мы получаем, что y с индексом t первое решение может быть записано как λ1 в степени t, ну а по сути, по формуле разложения в ряд Фурье или по формуле Демуавра, вот это выражение в степени t может быть записано как ρ в степени t на косинус θt плюс i синус θt. И то же самое для y2. Точно так же λ2 в степени t может быть перезаписано, и тогда получится по формуле Демуавра косинус θt минус i синус θt. Ну а дальше говорим, что по общему виду решения изначально было определено, что функция y с индексом t является вещественной, поэтому нам необходимо получить действительное решение, вещественное решение, и для того, чтобы получить вещественное решение, мы y с индексом t, а первый с индексом t, y-второй с индексом t заменим на их линейные комбинации по следующему правилу. Некая функция, ну давайте скажем, пускай это будет функция кси первая с индексом t, она будет определена как сумма yt первая плюс y-второй, а кси вторая мы определим как 1 делить на 2i, yt первой плюс yt первой плюс yt второй. Ну и тогда мы получим, что кси первая будет равняться ρ в степени t на косинус ttt, а кси второе будет равняться ρ в степени t на синус t в степени t. И тогда линейная комбинация этих двух решений и будет являться общим решением для комплексного случая. Тогда мы получаем, что y с индексом t будет равняться c1 на кси первое плюс c2 на кси второе. Собственно, заметим, несложно заметить, что в силу линейной независимости y1 и y2 кси 1 и кси 2 тоже являются линейно независимыми. И тогда итоговое решение записывается в виды ρ в степени t c1 косинус ttt плюс c2 синус ttt. Супер, шикарно! Общий вид решения записан. Для примера. Пример 2. Допустим, у нас y с индексом t плюс 2 минус 2y с индексом t плюс 1 плюс 4y с индексом t равно 0. Решаем это разностное уравнение. Здесь, если построим характеристический полинон, у нас получится λ2 минус 2 λ плюс 4. Ну, теперь, друзья, я могу задать вам вопрос, поскольку у вас есть чат, и вы это все внимательно слушаете, записываете, сейчас решаете, то, пожалуйста, получите то, чему равняются обе λ, чему они будут равняться. Проверим, сколько людей еще не спит. Так, у нас дискриминант будет 4 минус 4 на 4, то есть минус 12. Тогда λ будут 2 плюс минус 2 корня из минус 3 пополам. То есть это будет 1 плюс минус корень из 3 умножить на i. Супер! Это 2 наших комплексных корня. Для того, чтобы записать решение, сейчас возьмем λ с положительным корнем. Возьмем λ с положительным корнем. Нам такая λ нравится просто потому, что для нее будет чуть-чуть проще сейчас найти полярную форму записи. Вот здесь у нас вещественные координаты, здесь у нас мнимые координаты, здесь единичка, здесь корень из 3. Вот наша λ. Я взял λ1. Вот здесь она лежит. Чтобы построить теперь полярное представление, мне нужно найти ρ и θ. Соответственно, ρ будет считаться как корень из 1 плюс 3, то есть 2. А, например, тангенс θ можно будет посчитать как противолежащий катет, делить на прилежащий катет. При каком значении угла тангенс угла будет равняться корень из 3? Это будет π на 3. Тогда получается, что ρ мы знаем, это 2. Угол θ тоже известен, это π на 3. И тогда решение этого разностного уравнения можно записать как 2 в степени t на c1 косинус π на 3 умноженное на t плюс c2 синус π на 3 умноженное на t. И это и есть наше итоговое решение. Браво, супер. Дальше, если было бы дано... Святослав, пожалуйста. Спасибо. Смотрите, у наших проблем заключается вот в чем. Сейчас вот эти две λ, давайте я здесь напишу каким-нибудь таким цветом, чтобы было видно, что это комментарий. Вот эти две λ, они комплексные. Просто потому, что есть вот эта комплексная единица. Но мы знаем, что они линейно независимы. Мы видим, что из них нельзя составить, нельзя одно выразить через другое путем домножения на скаляр. Нам нужно составить линейные комбинации, которые также останутся линейно независимыми, но при этом станут вещественными. То есть, что мы хотим сделать? Мы хотим скомбинировать те решения, которые нашли, чтобы они всегда давали вещественные функции, которые также продолжат быть нелинейно независимыми. И поэтому ξ1 и ξ2 мы определили в том виде, в каком-то было определено. Это единственная линейная комбинация двух у, которая может дать линейное независимое и вещественное решение при любых значениях t. Любые другие комбинации будут являться линейными комбинациями ξ1 и ξ2. О чем я сейчас сказал? О том, что невозможно построить другую комбинацию, придумать какие-то альтернативные φ1, φ2, такими, чтобы их нельзя было выразить как линейные комбинации ξ1 и ξ2. Ответил я на ваш вопрос? Супер. Поэтому, по сути, да, мы их ввели, но это единственно возможный вариант, с помощью которых можно было придумать. Так, и здесь задача для данного случая решена. Третий случай, который нам осталось рассмотреть, это случай, когда дискриминант равен нулю. И тогда получается, что у нас оба корня, в случае, если мы решаем разностное уравнение, оба корня будут равны. Тогда в этом случае у нас получается решение такое, что у первое, оно будет равняться лямбда в степени t. И при этом существует еще одно решение, которое линейно независимо с у первым. И несложно догадаться по аналогии с тем, как мы это делали в дифференциальных уравнениях, что вторым решением, которое будет линейно независимо, будет t на лямбда в степени t. И вот сейчас давайте докажем, что t на лямбда в степени t будет тоже являться решением для того разностного уравнения, которое мы где-то у меня, наверное, листов 3 назад выписали. У нас было вот такое разностное уравнение. ayt плюс 2, byt плюс 1, плюс cyt равно 0. Подставим в это разностное уравнение y2. Подставим. y второе решение. Тогда у нас получается a t плюс 2 лямбда в степени t плюс 2 плюс b на t плюс 1 лямбда t плюс 1 плюс c на t лямбда в степени t равно 0. Только давайте я сначала перегруппирую, а уже потом приравняю к 0. Так, что здесь можно показать? Здесь можно показать следующее. Мы можем, во-первых, вынести лямбда в степени t за скобку. У нас тогда получится a t лямбда 2 плюс 2а лямбда 2 плюс b t лямбда плюс b лямбда плюс c t и все. Дальше, что можно было бы сделать еще? Дальше можно было бы перегруппировать вот эти элементы в следующей записи. Лямбда в степени t будет, вынесем t за скобочку, a лямбда квадрат плюс b лямбда плюс c плюс 2а лямбда квадрат, еще остается, и плюс еще b лямбда. Вот этот элемент равен нулю, так как y1t равный лямбда в степени t является решением. Поэтому этот элемент зануляется. А дальше мы говорим, что вот это все должно быть равно нулю. При том, что лямбда тождественно не ноль. Тогда отсюда получается, что собственно лямбда должна равняться минус b делить на 2а. А мы как раз это и получили в случае, когда дискриминант равен нулю. Поэтому при постановке t лямбда в степени t мы получили, что оно тоже является решением. Оно тоже является решением. Теперь посмотрим. y1t лямбда t y2t на лямбда t являются они линейно-независимыми. Линейно-независимые. И это мы покажем через определитель Казаратти. Определитель будет считаться от следующей матрицы. лямбда в степени t t лямбда в степени t лямбда в степени t плюс 1 и что еще? И t плюс 1 на лямбда t плюс 1. Так, если это все перемножим, у нас получится t плюс 1 лямбда в степени 2t плюс 1 минус t на лямбду в степени 2t плюс 1. Раскроем скотки и у нас получится лямбда в степени 2t плюс 1. Ну, а это не равно нулю. Поэтому они являются линейно-независимыми. Тогда мы говорим, что итоговым общим решением в этом случае для разностного уравнения будет являться c1 на лямбда в степени t плюс c2t на лямбда в степени t. Ну, желающие уже могут выносить за скобки или упрощать, не суть. Но главное, что решение будет выглядеть следующим образом. Пример. Давайте решим какой-нибудь вот такой, скажем. Минус 8 плюс 6 yt минус 9 и плюс 9 yt минус 10. Вот такое разностное уравнение. Заметьте, что здесь самый первый индекс самый первый индекс, это t минус 10. Это самый маленький индекс. Каждый следующий индекс получается путем увеличения этого. Сначала добавляем единицу, а чтобы получить другой индекс, мы добавляем плюс 2. Поэтому, когда мы будем строить характеристический полинон, то степени, которые мы расставим, это будут числа, равные тому, насколько надо было сместиться относительно самого маленького коэффициента относительно самого маленького коэффициента в разностном уравнении для того, чтобы попасть в нужный нам коэффициент. Ну, соответственно, если самый маленький t минус 10, то расстояние от других коэффициентов до t минус 10 это будет то значение, то значение, которое должно быть в степени лямбды. Так, здесь несложно заметить, что будут 2 лямбды и обе равны минус 3. Ну и, соответственно, тогда мы говорим, что решением этого случая будет выступать c1 на минус 3 в степени t плюс c2 на t на минус 3 в степени t. Ну, если кому-то хочется, то можно минус 3 в степени t вынести за скобку и будет получаться вот такое выражение. Чудесно. Есть. Теперь обсудим неоднородные случаи. Неоднородные разностные уравнения. По сути говоря, неоднородные случаи, неоднородные разностные уравнения. Это уравнения, которые могут быть записаны в вида l от y равно какая-то функция f от t. И, проводя аналогию с тем, как мы решали дифференциальные уравнения повышенного порядка, мы говорили, что сначала мы решим однородную часть этого уравнения. А затем сначала мы решим однородную часть этого уравнения и получим yt какое-то. Мы можем дописать здесь однородное. а потом мы определим y частное такое, которое подберем так, чтобы оно дополняло решение и решало все уравнение изначально l от y равно f от t. Здесь применим тот же самый подход, который был в дифференциальных уравнениях, а именно для решения второй части существует два способа. точно так же для полиномиальных функций метод неопределенных коэффициентов метод неопределенных коэффициентов и второй метод метод вариации константа. Метод вариации константа. В случае метода неопределенных коэффициентов процесс определения решения один в один похож на воссоздание прообраза решения того, что мы обсуждали в дифференциальных уравнениях и может быть применен точно такой же подход. Сейчас мы говорим только об методе неопределенных коэффициентов. Итак, метод неопределенных коэффициентов. Давайте обсудим на вот таком примере. Допустим, y с индексом t плюс 2 плюс 2 y с индексом t плюс 1 минус 3 y с индексом t равняется 64 на 5 в степени t. Итак, в качестве первого шага мы сначала решим однородную часть этого разностного уравнения. для этого мы построим характеристический полином лямбда квадрат плюс 2 лямбда минус 3 равно 0. Решениями этого характеристического полинома будут две лямбды, которые являются вещественными. Они вещественны и не равны друг другу. Поэтому y с индексом t мы получим как c1 на 1 в степени t плюс c2 на минус 3 в степени t. Можно упростить. Это будет c1 на c2 на минус 3 в степени t. Дальше мы определим прообраз решения и скажем, что решающей функцией может быть y с индексом t, которая равняется и по образу и по образу прошу прощения по образу решения того, что написано в правой части мы говорим, что это может быть только решение вида а на 5 в степени t. Ну, потому что невозможно поменять t так, чтобы из числа не 5 в степени t всегда получать для любого t именно 5 в степени t. Это невозможно, поэтому прообразом решения будет являться 5 в степени t. Подобно тому, как это было в дифференциальных уравнениях, здесь точно также должна быть сделана проверка на резонанс. Сейчас, если бы гипотетически у меня бы справа, например, было бы написано 10 на минус 3 в степени t, то тогда бы прообраз решения давайте напишу каким-нибудь цветом, который говорил бы, что это мы просто рассуждаем, то тогда прообраз решения был бы а на минус 3 в степени t, мы бы заметили, что возникает резонанс с однородным решением и умножили бы на t для компенсации резонанса. Здесь точно такие же процедуры, как и в случае дифференциальных уравнений. И, собственно, я начал с того, что сказал, что разностные уравнения, они по сути своей являются дискретным аналогом тех дифференциальных уравнений, что мы с вами определили в течение третьего модуля. И единственное отличие здесь, такие, скажем, принципиальные отличия, связаны с тем, что мы предположили, что теперь функция является дискретной и видоизменили видоизменили прообраз решения. Видоизменили прообраз решения, прошу прощения, видоискомой функции в качестве решения однородной функции. Если раньше в дифференциальных уравнениях мы искали экспоненты в степени лямбда икс, то теперь мы ищем решение вида лямбда в степени т. Хорошо. Подставляем дальше yt в изначальное разностное уравнение. Для этого определяем y с индексом t плюс 1. Это будет а на 5 в степени t плюс 1 и y с индексом t плюс 2. Мы определяем как а на 5 в степени t плюс 2. Подставляем эти решения у нас получается а 5 t плюс 2 плюс 2 а 5 t плюс 1 минус 3 а 5 в степени t равно 64 5 в степени t. Так. Мы можем сократить все на 5 в степени t и у нас будет 25а плюс 10а минус 3а равно 64. Получаем 25а 7а равно 64 и у нас будет 32а равно 64 а равно 2. Тогда мы можем сказать, что итоговое решение всего разностного уравнения у нас получается y с индексом t c1 плюс c2 минус 3 в степени t плюс 2 на 5 в степени t. Допустим, если бы еще было известно какое-нибудь начальное условие y с индексом 0 y с индексом 1 равно чему то, то из этого можно было бы найти c1 c2 и тогда можно было бы записать частное решение всего изначального разностного уравнения второго порядка. По аналогии с тем, как мы с вами определили системы одновременных дифференциальных уравнений первого порядка, по аналогии мы можем определить системы одновременных разностных уравнений первого порядка. у нас получится например, есть две последовательности x с индексом t y с индексом t предположим, и у нас есть вектор их следующих значений t плюс 1 t плюс 1 этот вектор определен матричным уравнением матричным уравнением матрица а, в нашем случае размера 2 на 2 умножить на вектор x t y t по сути своей это дискретная а-версия той системы одновременных дифференциальных уравнений первого порядка, что мы с вами научились решать две недели назад и устойчивость решения которых вы обсуждали в течение последних недель для матрицы а производятся те же самые процедуры анализа а именно находятся собственные вектора собственные числа и возможно разложить матрицу в базис из собственных чисел после такого перехода матрица а может быть замена как pd p-1 xt yt и собственно если вспомните как было как строилось решение такой системы происходило домножение на матрицу p-1 с обеих сторон после чего выражение преобразовалось в p-1 xt плюс 1 yt плюс 1 d p-1 xt yt данный вектор по аналогии с тем какая замена производилась в системах дифференциальных уравнений первого порядка может быть заменен на вектор x-волной t y-x-волной t тогда полученное решение в левой части может быть заменено на x-волной t плюс 1 y-x-волной t плюс 1 исходя из чего вся система уравнений вся система одновременных разностных уравнений может быть записана как xt плюс 1 yt плюс 1 где матрица d это матрица лямбда 1 0 0 лямбда 2 умножить на вектор x-волной t x-x-волной t и после того как матрица как система одновременных уравнений переписана в диагональном виде можно определить два уже независимых разностных уравнений относительно x и y из каждого по отдельности x-волной может быть посчитан как x-волной t он будет равняться c1 на лямбда 1 в степени t а y-в с волной t будет почти как c2 на лямбда в степени 2 t после чего мы можем определить вектор решений x-волной t y-в с волной t как c1 лямбда 1 c2 лямбда 2 и на основании чего можно вывести решение для x-t y-t и несложно заметить что оно будет равняться p на вектор решений с волной x-волной y-в с волной так друзья ну что в соответствии с планом планировалось что следующая вот эта неделя со среды по среде она будет сессионная и у вас будут экзамены контрольной работы но к сожалению получилось так как получилось на следующем занятии у нас будет контрольная работа я расскажу об условиях об точной дате когда она будет проходить как она будет проходить и прочее прочее информация об весах новых и формуле оценки когда формула оценки будет согласована это будет направлено вам по почте про телеграм-канал дата стрит на котором я буду публиковать материалы для дистанционного обучения и полезные ссылки для тех кто просто хочет посмотреть как же в прикладном мире применяются все те знания что мы обсуждаем поэтому смотрите если вам интересно то берите оттуда полезную для вас информацию в любом случае мы снова вместе связь налажена все устройства есть поэтому наши лекции будут идти дальше по расписанию еще буквально одна неделя мы отладимся по поводу ссылок я постараюсь чтобы они к вам прилетели все заранее и больше не менялись по всем остальным вопросам друзья если будут возникать пожалуйста пишите мне в телеграм или на ватсап если у вас есть здравая критика что было сегодня неудобного в плане формата проведения занятия если у вас есть пожелания конструктивная критика или вы думаете что можно сделать как-то удобнее интерактивнее наши занятия то пожалуйста напишите поскольку это занятие наше с вами то ваше мнение здесь только приветствуется и оно важно в любом случае я говорю спасибо за то что вы нашли сегодня время постучиться к нашему радиоканалу радиочастоте дифференциальное уравнение FM я желаю вам хорошего дня хорошей недели друзья и встретимся в следующий раз в эфире на следующей неделе наши пары по расписанию но насколько я помню там вторник получалось так что попадает сессия поэтому следующая неделя она тоже квазисессионная и мы встречаемся где-то уже 7 апреля я так понимаю и обсудим проекты которые у нас будут совсем скоро в любом случае друзья спасибо за ваше время и внимание до встречи в эфире до встречи урожай отстану